Волгский торговый путь Сейчас под новым брендом разработано 20 межрегиональных направлений. Чуваша подготовила проект «Тур по трем городам». В помощь республике судно на подводных крыльях. Сейчас активно разрабатываются туры выходного дня на Валдае. Напомню, наша съемочная группа в эти дни находится в северной столице и мы ждем от нее самой свежей подробной информации. Волгский торговый путь Парковки есть и незачем там вводить новые правила. В принципе, для этого чиновники и объявили голосование узнать мнение горожан. Напомню, что первые платные парковки в Чебоксарах появились в 2017 году. На сегодняшний день работа 21. Вмещают они более 800 автомобилей. Чем знаменателем парк, который находится в шаговой доступности и что там интересного. В Чуваши стартовал республиканский проект «Лето в парке». Школьники и детсадовцы все лето будут посещать парки культуры и отдыха в своих муниципалитетах и участвовать в образовательных играх. Например, юные новочебоксарцы посетили Ельниковскую рощу, познакомились с обитателями зоопарка, а также обучились туристическим навыкам. Новый проект охватит не только города республики, но к нему присоединятся и сельские школьники. Правда, пока только из 15 муниципалитетов. Планируется, что за время работы проекта «Парки культуры и отдыха» республики посетят более 23 тысяч ребят. Народная артистка России Надежда Бабкина продолжает гастролировать по Чуваши в рамках фестиваля-марафона «Песни Россия». Заглянула она и в нашу телерадиокомпанию. Импровизированный концерт состоялся прямо в фойе. Артисты признали, что сейчас они выступают налегке. Бывает, что приходится выходить на сцену в 10-килограммовых нарядах. Нам удалось не только увидеть выступление Надежды Бабкина, но и пообщаться с художественным руководителем ансамбля «Русская песня». Она дала нашему телеканалу эксклюзивное интервью. Посмотреть его можно на сайте ГТРК «Чуваша». Следующая информация для тех, кто давно задумывался пересесть на велосипед, но никак не мог подобрать компанию. Сегодня любители прокатиться с ветерком в 18.00 соберутся на Московской набережной возле Свято-Троицкого мужского монастыря. На этот раз спортсмены планируют добраться до контура и прокатиться по велодорожке. К участию приглашаются все желающие. Таковы вести к этому часу. Желаю вам хорошего дня. Оставайтесь на телеканале «Россия».